Смотрите, что мы нашли в магазине БЭВМО. Петушок, петушок, золотой гребешок. Ева, покажи у тебя какой. Ева, вот такой. А у меня, видите, Московский мул. Московский мул. Совсем не петушок. Стоит почти 2 доллара. Представьте, разбогатеть можно. Не делать ли нам петушки? Начать ли нам. Здесь называется не петушок, а лолопоп. Видите, лолопоп. Лапочки на палочках. Лолопоп. Это робот магазина БЭВМО. Что ты ищешь сегодня? Ты можешь голосом сказать. Чоколад. Или напиши. Он думает, видишь, да, крутит, крутит. Слезла ему странный вопрос. Про шоколад в алкогольном магазине. Про шоколад в алкогольном магазине. Про шоколад. Текст weren't? Про шоколад. Я взрослый. I couldn't hear anything. Could you please try again? Hi there. Is there something I can help you find? Сейчас сломаете венный робот. Может, просто одно слово нужно написать? Просто чоколад и всё. Видишь, нужно здесь то, что ты хочешь найти и всё. Вы слишком много слов пишете. Короче, без мамы тут не обойтись. Давайте сломаем его. Подожди. Папа, просто напиши. Просто напиши, что ты хочешь. Пиши дальше. Чоколад. Чоколад. Да сколько вам шоколада? I'm sorry. I couldn't hear anything. Всем привет. Сегодня посмотрите, какой супчик я сделала. Тот же самый, что я вам показывала, но я туда положила в этот раз. Если я правильно произношу, кинуа. 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 И чечевицу. Сейчас тоже попробуем. Это второй мой эксперимент. До Костка я пока не доехала, потому что это... Что-то мне захотелось снова этого супчика. Тем более, у нас есть креветки в морозилке. И я подумала, дай-ка я ещё сварю. Теперь вот с этими крупами попробуем. Вот. Ева свою гречку, но в этот раз без молока. С маслом. У нас перестановка. Мы попозже сейчас немножко покажем. Нам нужно уже за папой ездить. Я помыла окна. Помыла вот сетки на двух окнах пока. У меня осталось ещё на одном спальне. И на большом, я не знаю как мыть, большую сетку. Подскажите, как огромную вот эту сетку помыть? Вот эту вот сетку, как огромную помыть? Ну, наверное, у меня больше ничего не приходит в голову, как просто тряпками мыть и мыть. Потому что её снять и где-то её... Где у меня ни шланга, ничего нет, в ванну она не поместится. В общем, вот это мне надо помыть, эту сетку. Здесь я уже помыла и окно и сетку. Мне вот эта большущая осталась и спальни снаружи помыть. Внутри у меня помыто. Вот у нас, видите, сегодня солнышко. Наконец-то погода налаживается. Весь день проветривалось. Весь день. Вот, видите, мы коврик постелили. Тут у нас тут красота. Будем чайчик пить. Вот солнце. Это Виталик снял. Нужно Еве. О, Еве. Этим калибре нашим. Сироп. Это вот то, что нужно выкинуть. Это Ева уже доской это не пользуется. Вот так вот у нас здесь все. Вот у нас теперь здесь, я немножко не доделала. У нас здесь мы стол сделали больше, разложили его. Вот. И здесь поставили диван. Здесь поставили диван и будем кушать. У нас тут такая зона для гостей, для нас, чтобы посидеть, покушать, пообщаться. Холодно? Сквозняк, наверное, просто. Ой, слушайте, тоже с этим вкусно. Я думаю, даже чуть лучше, чем с рисом в прошлый раз. Хотя Виталик любит с рисом. Он обожает рис. Рисает он у меня. Вот. А мне понравилась чечевица из вот этой вот киноа. Она разноцветная у меня. Я покупаю в Спраутс. Разных цветов она уже как смесь идет. Вкуснятина необыкновенная, честно. Это даже ничуть не хуже, чем вот с той крупой, которую я писала там в комментариях. Это в Костка продается, которая. Название Мунг. Ой, я опять забыла. Мунг, Манг. Короче, почитайте там. Кстати, сейчас ем, смотрю, не убрала вот это вот средство. И думаю, дай скажу вам. У нас вот в этой квартире это первый раз за все четыре года мы столкнулись с плесенью. Представляете? У нас вот по периметру окон вот эта вот чернота я отдирала. И я теперь решила пройтись вот это специальное средство от плесени. Сейчас покажу. Вот видите, оно должно помочь, я надеюсь, потому что спасу нет. Сейчас покажу вот на том окне. Вот видите, здесь я уже все отмыла, обработала этим, этим средством. А здесь вот потерла без средств. Ой, на свет не видно. Вот, вот видите. Хотя, хотя буквально пару недель назад мы просто с Виталиком вот эти антибактериальные салфетки проходили. Прям все по периметру. Но она опять, вот видите, чернота появилась. Это какое-то наказание. Потому что сейчас дожди, 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 дожди шли, не прекращаясь каждый день. Это первый, наверное, день, когда солнце. Ветерок, кстати, сегодня. И я вот весь день проветриваю. И проветриваю, хоть и холодно было, все равно открывала. И откуда вот это... Знаете, на окнах постоянно конденсат в этой квартире. Может быть, из-за того, что мы живем... Как бы... Мы живем... У нас первый этаж, а снизу у нас гараж. Этот общий. Парковка. И пол холодный. Не знаю. Конденсат... Плохо проветриваемая какая-то квартира. И вот у нас первый раз мы с этим столкнулись. И будем сейчас бороться. Вот это вот сейчас я это уже обработаю. Я не все успела. Просто в первую половину дня. И этот... Потом нужно будет это помыть сетку. И вот с плесенью побороться. Вот именно на этом окне. На других я уже все обработала. Вот на этих окошках тоже прям, знаете... Туда мне надо, кстати, с той стороны еще залезть. Но и меня на стуле не достать, мне кажется. Ну попробую. Может, Виталик придет и попрошу его. Потому что с той стороны очень высоко, мне кажется, это окна. И что хотела сказать. Вот если не открываешь их, там конденсат тоже мокрые, мокрые, мокрые окна. Тоже все я прошлась. Вот. Не знаю, поможет или нет. Подскажите. Может быть, есть у вас какие-то хитрые средства народные, которые помогают бороться с плесенью. Вот. От влаги именно плесень. Черная. Мы с Виталиком сидим, ужинаем. И слышим вот такую музыку. Это уже третья, наверное, мелодия. У нас там тапки сушатся. Какие-то африканские народные танцы. Такой прям ритм, да? Чувствуете? Прямо в пляс хочется пуститься. Вкусный супчик. Я сегодня показала, кстати, вот этот. Еще один вариант я придумала с чечевицей. Как из кино. Ням-ням. Виталик вторую тарелку попросил, между прочим. Не вру. Добавки. Это новый ритм. Если у вас нет музыки дома, включите драйер. Сушилку для белья с тапками внутри. Можно обуви. Несколько пар. Сейчас Виталик опубликовал фото супчика в инстаграм. Обычно он очень редко там что-то выставляет такого рода. И там написали два комментария. Одна девушка написала. Даже боюсь представить, что за вкус. Ну, Виталик написал. Ну, я, говорит, и с чесночком, и с перчиком. Так вообще вкуснятина. И он на самом деле очень вкусный. И дальше написал тоже парень. Говорит, много-много типа чеснока и перца. Знаете, вот этот суп был сегодня вот до сюда. Вот видите края. И вот сколько осталось. Это очень вкусный суп. Креветки, чечевица, он такой густенький, острый перец. Это все на вот этом вот бульоне. Очень вкусно. И плюс, что здесь у нас еще? Ну, разные приправки. И вкус необычный, остренький. И вот с креветками, ну, классно. Я не знаю. Это, конечно, необычно для русского человека, потому что это не русский супчик. Как подружка моя сказала, это индийский. Это индийский супчик. Так что крупа тут может быть разная. Но вот я в этот раз делала с такой крупой. И тоже получилось очень вкусно. Вот. Кому-то непривычно. А мы вот, видите, практически кастрюльчик съели за день. А еще у нас такой ужин сегодня. Кроме супчика. Смотрите, какая красота, да? Я чуть-чуть в инстант-под вот в этой скороварке, прямо на пять минут поставила и то раньше выключила. То есть они такие полусырые овощи. И рис туда я добавила уже вареный. И получилась такая вкуснятина. Еще добавила, как называется, соус-то, который из костка, такой остренький. Который соус и маринад. Ой, да. Такая вкуснятина вообще. Вот эти овощи, которые я вам показывала из морозилки, все вместе из одного пакета, из другого высыпала. И плюс немножко масла туда. и вот этого риса вареного и соуса. Обалдеть. Виталик, тебе хоть нравится? Да. Обалдеть. А то можешь только мне обалдеть. Неправда, скажи. Во. Спасибо. Пожалуйста, Евочка. Я уже все съела, кстати. Ты все съела? А все равно из этих овощей язык. Ну овощи остренькие. А ты супчик поела с креветками, тебе понравился? Угу. Вот видите, ребенок не будет обманывать. И нечего там говорить, что нужно много чеснока. Очень вкусный суп. Ой. Это Виталик любит чеснок и перец. Да. Вот тут еще чай заваренный. Я, наверное, воздержусь от чая на ночь. Ну, не на ночь, конечно. Время-то еще. Это мы сидим вкусняшку кушаем и смотрим фильм. Кто узнает, что за фильм? Дедушка. Ты не должен сюда лазать и совать нос. Я хотела лишь узнать. Да. Ну что ж, ты уже подрос. Ну вот, дошли, как говорится, руки. У нас было привезено вот такой небольшой презентик-подарочек из Флориды для человека, который угадает первый, куда мы поехали, куда мы собрались на тот момент. И этот человек, его имя Константин из России. В общем, завтра я отправлю. Сегодня вот подписали. Завтра отправлю я открыточку и магнитик на холодильник. Ну, такой небольшой, но все-таки какой-то презентик-подарочек, весточка от нас. Завтра пойду на почту. Как раз мне нужно будет еще кое-что отправить. Там некоторые письма. Вот. И отправлю Константину вот эту вот, не посылочку, в общем, конверт, письмо, так скажем, от нас. Кстати, помещу скриншот здесь, который показывает, что действительно его комментарий был первым. Хотя многие его гадали, но все же Константин, его комментарий был первым из всего, что смотрите нас. Спасибо, что комментируете. Все. Всем пока-пока. Бай-бай.